МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Итоги предвыборной кампании 2018. Вы политический обозреватель, я журналист, но тем не менее остановимся и заострим, наверное, свое внимание на самых знаковых и заметных событиях, которые произошли на территории нашего родного Приморья с момента старта президентской кампании. Ну, вот один из первых вопросов вообще вам, в принципе, как эксперту, политическому обозревателю, с образованием политолога, да и вообще как человеку с гражданской позиции. Интересно было ли наблюдать за ходом организации и проведения предвыборной кампании 2018? Честно скажу, что кампания была, наверное, не такой динамичной, как хотелось бы. Все, в общем-то, внимание и какие-то там события, они происходили на уровне федерального центра, то есть дебаты мы видели по телевизору, какие-то шоу, обливание водой, там, слезы вчера мы увидели, да, Собчак. Австроты, нецензурную брань, все это мы услышали. Да, это мы все слышали и видели, то есть, в общем-то, где-то в сети наблюдали за какими-то кандидатами, там, в общем-то, та же самая там Собчак, она в сети, да, активно светилась, Путин, Грудинин, вот, в последнее время яблоко появилось, но вот у них, собственно говоря, такая, платный контент, то есть они через рекламу продвигают в Фейсбуке свою, себя, свои ролики. Вот, то есть, собственно говоря, где-то мы ее видели, да, то есть, но не в Пиморье, к сожалению. Чему вот мне, собственно говоря, не хватало, но я понимаю, почему так произошло. То есть ни один кандидат до нас не доехал. Не доехали, хотя обещали некоторые. Обещали, обещал Грудинин, насколько я знаю, что они планировали во второй половине февраля приехать, об этом штаб как раз Грудинин местный заявлял, но не доехал. Не приехал, в общем-то, не приехал Собчак, хотя тоже планировалось, то есть, ну, там было не точно, да, на всяком случае они планировали посетить. Были мы у них в планах графики, вот. Допустим, кандидатов там Бабурина, Сурайкина, мы даже плакатов не видели, да, Явлинский, Титов, тоже их нет. То есть, в общем-то, если говорить про Путина, то у Путина приезжали и работали здесь доверенные лица, это довольно-таки известные люди, вот, что я бы отметила, это там и Цискоридзе, да. Академик Румянцев, который посещал онкоцентр, да. Да, 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 да. Они приезжали в двух хипостасиях, как общественные деятели, как непосредственно профессионалы, профессионалы своей профессии, ну и как доверенные лица. Да, вот, буквально у нас было вчера, позавчера мероприятие, и тоже приходил к нам Вячеслав Владимирович Рукша, да, вот, тоже посещавший как раз наш регион, вот. А так, в общем-то, у всех остальных как-то и доверенных лиц, таких значимых здесь не было, и сами, в общем-то, не посещали наш регион. Оля, а почему, почему такое отношение? Ведь это характерно не только для нашей территории, Приморского края, но и для всего Дальнего Востока. Какая логика в действиях кандидатов на пост главы государства в предвыборной гонке 2018, что лучше себя рекламировать и агитировать за себя любимых на территории европейской части страны, нежели чем до малочисленного Дальнего Востока? Ну, здесь, в общем-то, логика, она вполне себе математическая. Дальний Восток – это всего лишь несколько миллионов населения, да, и это всего лишь порядка где-то там двух, там, трех процентов от общего числа избирателей на территории всей страны. Вот, то есть в этом плане, то есть с точки зрения математики, да, к нам ехать смысл, если у нас количество избирателей в рамках статистической погрешности. Вот, но с другой стороны, территория Дальнего Востока – это как раз та территория, которая голосует первой. И все-таки, наверное, задает какой-то ритм. То есть всегда территории центральной, да, то есть Сибири, они смотрят, что же там Дальний Восток как уже проголосовал, какая там явка, да, уже идут подсчеты первые какие-то. Да, какие-то там события, что там они такого придумали, какие-то были яркие моменты. Все равно заглядывают на нас, потому что просыпается Сибирь утром, да, и, в общем-то, уже на новостных лентах Дальний Восток что-то там учудил или не учудил, как-то уже себя повел. Вот, в этом плане, конечно, ну, это не только в день голосования, то есть мы каждое утро, в общем-то, первыми встаем, да, и какую-то информационную повестку в том числе даем. В этом плане, конечно, впрещение, что Дальний Восток проигнорировали. Даже в своих программах кандидаты, на самом деле. Вот, кстати, как раз и про программы. Что для нас, для дальневосточников, для приморцев такого интересного, например, интересно для тебя, опять же, как человека с активной гражданской позицией, политолога, было просмотреть, прочесть и увидеть, что да, вот этот пункт, этот тетис, да, например, вот нам близок. Или вообще ничего не было? Про Дальний Восток практически ни у кого ничего не было. Буквально мельком упоминаемся у Явлинского. У Жириновского, ну, Жириновского у него, в принципе, и риторика по отношению Дальнего Востока, она всегда присутствует. И во время как раз госдумовских кампаний, да, и в президентской кампании. Ну, это такая популистская риторика. Вот, и у Путина. То есть, ну, у Владимира Владимировича Путина, то есть, в общем-то, там понятно, вообще в целом тренд на развитие Дальнего Востока, восточный вектор, он присутствует уже много-много-много лет, и это уже реализуется на уровне государственных решений. Вот, во всяком случае, в виде законов, да, каких-то там постановлений, свободный порт, торы. Дальнего Восток на гектар. Да, дальнего Восток на гектар. Ну, какие-то, да, просто там есть, конечно, фишки, да, то есть, ну, во всяком случае, они привлекают внимание к нашей территории. Вот, а у остальных кандидатов я, в общем-то, ничего не нашла, они ничего не заявляли. Кстати, на самом деле, когда проходила в Москве пресс-конференция Собчак в ТАСе, мои коллеги присутствовали там, как раз, по линии московской, ну, московской редакции, и просила, передавала вопросы как раз с Дальнего Востока, чтобы задали вопрос и про гектар, там, в общем-то, да. Не получилось даже вопрос задать про гектар. Что-то там было в течение всей кампании, насколько помню, у Собчак только один раз звучала тема про Курилы, вот, Дальневосточная, и все, в общем-то. Ну, кстати, Евгений Минченко, один из приглашенных гостей Техокеанского дискуссионного клуба, об этой площадке мы сейчас поговорим, он как раз высказывал свое мнение по поводу того, что федеральная повестка, она очень хорошо представлена именно на федеральных каналах, и как раз на европейской части России, а на Дальнем Востоке, увы, ах, здесь такого ажиотажа не наблюдаем. Что, собственно, и подтверждает. Ну, да, в общем-то. Твои рассуждения. Да. Хорошо, ну, в принципе, то, о чем мы сейчас говорим, как раз ты и твои коллеги обсуждали на новой площадке, не так давно появившейся, а именно первое мероприятие прошло в феврале, это Техокеанский дискуссионный клуб. Это очень интересная площадка, я присутствовала на ваших обсуждениях, было очень интересно. Спасибо. Да, и ты и ваши коллеги поднимали очень разнообразные вопросы. Первое как раз мероприятие было посвящено президентской компании 2018. Старт. Вы обсуждали тренды. Вот давай еще, наверное, поговорим не о трендах, а все-таки о Техокеанском дискуссионном клубе. Что это за площадка, как вдруг вы так соорганизовались. Ты, кстати, модератором являешься. Да, ну, и, в общем-то, инициатор как раз проведения, инициатор самого клуба. Почему большая такая мысль в голову? На самом деле, есть недостаток экспертизы, и есть недостаток смыслов как раз в общественно-политической жизни в Приморском крае. Наверное, на протяжении долгого времени как-то вот экспертное сообщество, в общем, были такие обстоятельства, что, в общем-то, экспертное сообщество сошло на нет. То есть, как я на первом мероприятии говорила, оказалось на дне. На сегодняшний день оказалось на дне. То есть у нас действительно есть эксперты, которые покинули край, то есть хорошие политологи, социологи. Другие предпочитают просто, допустим, не высказываться, либо не пускали, допустим, какое-то время, не давали возможность высказаться в публичной плоскости. В общем, был момент, когда вот с экспертами, экспертам было туго. И то, что мы имели в публичном пространстве, это, в общем-то, не совсем была экспертиза, то есть, а скорее, в общем-то, надувание каких-то щек. Ну вот, вас не слышали просто получается. Ведь вы в социальных сетях, ваше пустое можно прочесть. Но, правда, конечно, не огромному количеству людей, потому что не все там, некоторые совершенно в других местах. И только вот из-за этого вы тоже решили соорганизоваться. Ну, и, собственно говоря, произошла смена власти, да, в регионе. И как появился такой, наверное, люфт, когда вот, наверное, можно что-то такое зародить, да, там, в общем-то, какую-то такую площадку сделать, которая объединит молодых экспертов. Просто на самом деле, я понимаю прекрасно, что за время, пока от гуси, там, СМИ выдавали просто красивые, яркие, громкие заголовки, но не вникали в суть какой-то поверстки, да, то есть, к сожалению, такое-то происходило. За это время, в общем-то, подросли какие-то эксперты, про которых мы совершенно не знали. И сейчас мы решили, что нужно их тоже, в общем-то, вывести в свет, грубо говоря, да, то есть подтащить, чтобы к их мнению прислушивались. Неважно, академическое это мнение, там, либо это уже практическое мнение. На первом мероприятии, мне кажется, нам это удалось сделать, потому что у нас в основном-то выступали как раз молодые эксперты. Ну, и Челак Беляков, Сергей Гребенюк, и Гребенюк, да, и Беляков, Эдуард Черторинский, то есть, в общем-то, я и так пыталась где-то на страницах, в авторских колоках вытаскивать, а тут, в общем-то, люди, эксперты, они выступили публично, вступили в дискуссию друг с другом. Здесь же важный момент, что есть разные точки зрения, и выяснилось, что, оказывается, у нас есть необходимость выговориться, да, свою точку зрения пытались, подискутировать, да, то есть поспорить между собой, а точки зрения-то, оказывается, разные. Это было заметно, как по президентскую гонку, когда Сергей Гребенюк озвучивал, вот как раз математические выкладки, связанные с процентом явки, увеличится ли, есть ли как раз причины для того, чтобы явка на территории Приморского, да, и вообще нужна, да, увеличилась. Плюс как раз дискуссионный был вопрос, связанный с переносом столицы Дальневосточного федерального округа из Хабаровского в Владивосток. А если бы вы были на нашем последнем мероприятии, то есть побывали... Оно у вас было неформально или присутствовало? Оно было неформально, да, то есть были такие дебаты, представители были и штабов, кандидатов, не все, к сожалению, пришли, хотя звали всех. В общем-то и были политологи, журналисты, и мы в такой неформальной обстановке подебатировали, подискутировали, многие открылись совершенно новой стороны, потому что оказались в таких конкурентных условиях, да, и в неформальной ситуации, потому что без галстуков, вот, было очень интересно, и действительно есть понимание того, что у людей есть потребность высказываться, дискутировать, и, в общем-то, отстаивать свою точку зрения. Ну, то есть, насколько я понимаю, вы отдачу получили, сами ощущения уже вот сейчас, которые ты озвучиваешь, что вы получили возможность выплеснуть свои эмоции, свои знания, и вот все вот эти спорные моменты обсудить, и оказалось, что много, есть точек, где можно поспорить, это здорово. А как думаешь людям-то, вот нашим тоже приморцам, ну, те, которые разбираются в политике, кто следит за нашими изменениями на политической арене, это было интересно? Какие-то, вот, может быть, отклики в вашу редакцию приходят, или какая-то связь? Ну, тут в редакции как таковой нет, вот, ну, собственно, ну, вообще, да, то есть, последнее мероприятие особенно оно было таким, когда, знаю точно, что нас смотрели, мы ввели трансляцию на Facebook, и первое мероприятие, и последнего, вот, первое мероприятие, вообще-то было очень много просмотров, я даже не ожидала, что будет много просмотров, потому что, в общем-то, ну, честно говоря, для меня это было достаточно неожиданно, вот, потом делятся впечатлениями, что, а вот этот парень сказал такую интересную мысль, то есть, ну, на последнем мероприятии все внимательно слушали, у нас был Павел Соливаров, он как раз выступал как сторонник Собчаку, Собчак здесь нет штаба, да, хотя они хотели открыть, вот, но он, в общем-то, ее такой публичный сторонник, и мы его пригласили как раз ее позицию позащищать, вот, и высказать вообще, в принципе, ее позицию, что он хорошо с ней знаком, и его было интересно слушать, человек с такой активной гражданской позицией, ну, и очень много было вещей, которые зацепили даже старшую аудиторию, то есть, во всяком случае, по отзывам, я понимаю прекрасно, что люди думающие... Сейчас все с ней завели? Нет. По-моему, наверное, это невозможно, это не только не получилось, на один из последних дебатов. Да и, в общем-то, все крепкие такие у нас оказались, то есть, поэтому... У вас были не только спикеры, известные нам, приморцам, но были и приглашенные спикеры, вот, в частности, на одном из последних, Евгений Минченко, известный российский политтехнолог, он же основатель, если я не ошибаюсь, ТГ-канала Политбюро 2.0, рейтинг губернаторов. Да, рейтинг Политбюро 2.0, как раз доклад, который демонстрирует окружение Путина, там, в общем-то, как формируются там лоббийские всякие там структуры, там, прочее, прочее. То есть, ну, интересно такие у него вещи. Он еще и книги пишет. Одна книга посвящена, насколько я знаю, насколько помню, как раз тому, как стать губернатором, остаться в кресле, и несколько книг, посвященных выборам в Великобритании и в Штатах. То есть, ну, интересно, достаточно интересно почитать, что советую. Спасибо, да, за совет. Ну, вот мне сейчас как-то импонирует вся кремлевская рать. А, да, бестселлер. 100 тысяч экземпляров прошел на ура, значит, у меня в течение нашего времени. Хорошо, Ольга, то, что касается, вот давайте вернемся, может быть, к первой теме как раз вашего мероприятия, Техкианского дискуссионного клуба, все-таки президентская гонка 2018, ее тренды, особенности. Ну, давайте уже даже в общем, может быть, федеральный, федерального уровня. Ну, наверное, главный тренд, конечно, этого политического сезона, да, это попытка мобилизовать максимально явку. То есть, одна из таких задач, которую озвучивали еще, во всяком случае, кулуарно, где там, по сообщению источников еще до начала кампании, о том, что есть задача получить явку 70%, да, то есть, и все сейчас ее объясняют, то есть, получим мы ее цифру или не получим, во всяком случае, в Приморье, в Приморьском крае, это, конечно, покажет 18 марта, ну, в общем, по прогнозам до 70, то есть, ну, выше вряд ли будет, но до 70 на работу. Я помню, Сергей Гребенюк, твой коллега, говорил о том, что 64, где-то так, 66 колеблется, и, возможно, ввиду различных причин, вот их тоже мы можем здесь обсудить, каких на территории Приморья эта явка может пройти этот рубеж? Ну, если смотреть, допустим, прошлый цикл, да, избирательный, то это было и 66%, 63%, там, еще при Ельцине, да, то есть, потом, 2012 год, это 64,8%, насколько я помню, вот, ну, собственно говоря, каких-то там факторов, которые могли бы повлиять на снижение этой цифры, да, их, наверное, нет. Кроме, меня вызывает опасение в Владивосток, на самом деле. Погода нам положение слегка испортила, если не сказать какое-то другое, большее определение. Действительно, погода испортила, то есть всю неделю там, в общем-то, у нас ледышки, да, то есть, и опять снег сегодня прошел, вот, не все смогли пока еще расчистить, то есть, если погода будет плохая, мне кажется, это очень сильно повлияет на ябленно. Ну, соцсети играют на том, что как раз вот погодные условия, будьте бдительны, добираться до участковых связи в комиссии, бабушка, пожилая, люди, то же самое, что когда осенью проходят выборы, тогда у нас обычно тепло и замечательно, и если погода прекрасная, то все предпочитают поехать на море, то же самое вот и сейчас. Вот сентябрем будет напряженка. Да, то есть, и сейчас тоже, в общем-то, погодные условия, они могут повлиять. Вот, но в то же время есть ряд мероприятий, да, благодаря которым, в общем-то, пытаются привлечь население, повысить их гражданскую активность, это и голосование по вопросам школьного характера, И рейтинговое голосование по гостинству. И рейтинговое голосование да, то есть здесь, кстати, вполне себе гражданская позиция, не только вы на голосовании за президента проявляется, но и в голосовании по проектам городской среды, поскольку это, в общем-то, вопросы благоустройства. Вот, это и праздничные мероприятия, да, сейчас, вот, к 80-летию края стартует, то есть 17-го числа. То есть, есть ряд мероприятий, которые, в общем-то, позволят, наверное, сделать более интересный, интересный поход как раз на избирательный участок. Где-то будет еще и торговля организована, Оль, объясни мне, пожалуйста, к журналисту, как ты политолог, зачем вот эти вот все мероприятия? Это ли, нет ли здесь какого-то искусственного налета, чтобы привлечь избирателей как раз на выборы? Или это все закономерно, и это тоже приветствуется? Мне кажется, это, наверное, с Советского Союза пошло. Почему? Потому что вот Дмила Зумова-Толоваева, сенатор Приморского края, напомнил на одной из передач, или в какой-то мысли были в общей обстановке, она говорила о том, что я помню, как в советское время выборы были праздником. И мы с мамой в платьях в новых, красивых там, в общем, зашли, там был буфет, и, в общем, для людей это был праздник. И для старшего поколения, наверное, все-таки таким же праздником выборы-то, наверное, и остались, потому что если мы посмотрим, кто голосует, как правило, кто ходит на выборы, это все-таки старшее поколение, молодежь пока сложно завлечь на участие. Старшее дисциплинированное поколение. Оно дисциплинированное, да, и в ситуации, когда еще создаются такие ощущения там праздника, да, то есть все-таки на памяти оно есть, эта привычка, наверное, все-таки где-то людям приятно, то есть что так происходит, да. Поощрять, допустим, тех, кто голосует первый раз, тоже, на мой взгляд, совершенно правильно. По-моему, тем, кто первый раз будет голосовать, в этом году будет давать корочки на паспорт. Это стандартный на мой взгляд, про избиркома. Не знаю, мне вот не давали, да, мне там сим-карту подалили со 100 рублями на счету. Ну вот тоже это был очень давно. Подарок такой приятный. Да. Вот с этим вопросом все понятно, мы говорим о будущем голосовании, а собственно это голосование уже началось досрочное, у нас 17 плавсредств рыболовецкого алкогоза «Восток-1», находящиеся и в Беренковом море и Охотском, и в Японском уже проголосовали, это где-то 477 человек, протокол уже передан территориальным избирательным комиссиям. Тырнейский район, он очень труднодоступный, отдаленная местность, там некоторые поселки добираются больше суток, там уже голосование тоже идет. И опять же первенство Приморский край здесь Ну, данные да, конечно, данные заранее мы не узнаем, даже по явке по этим территориям, да, и, ну, досрочное голосование на выборах президента, это все-таки как раз исключение именно для территорий отдаленных, для тех, кто находится за пределами Российской Федерации, да, вот коллеги, по-моему, выкладывают фотографии, там, в Ничанге голосовую, тоже проголосовали, как только открылся участок, в первый день там было порядка 700 человек, вот Татьяна Мазнева, выкладывала. Мы тоже сегодня использовали ее материалы, как раз вот, я спряталась в подготовке согласия. А так-то, получается, на этих выборах, ну, досрочного голосования на президентских выборах нет, то есть законодательство вот это установлено, и нет открепительных удостоверений. Вот это очень важный момент, это вообще новшество избирательной компании. особенность этой компании, надеюсь, что это будет в дальнейшем внедренной на других выборах. 25 тысяч, 25 тысяч человек на территории Приморского края воспользовались этим нововведением. И я помню, тоже готовила один из материал студенты ДВФУ, как они толпились на территории ДВФУ, расположен многофункциональный центр, и мы как раз снимали, как они приходят и вот нехитрое заявление подают. Понятно, что в этом оппоненты, да, действующей власти видят какую-то подоплеку. И, в принципе, мы слышали позиции, и КПРФ, когда принимались эти изменения. Но, на мой взгляд, они, в общем-то, не верят в чистоту этого процесса, что, в общем-то, понятно, то есть есть какая-то позиция. Но, допустим, я, как человек, который тоже, в общем-то, попробовал использовать эту процедуру, мне просто удобнее. Я посмотрела, какой ближе ко мне участок находится. Участок, где я сам голосовал, он все-таки подальше дома находится, подальше от остановки. И я думаю, «Голосовать легко», слоган избирательной кампании 2018. Но это действительно так. Действительно, до завершения эфира у нас остается меньше двух минут. И, да, поговорим про, успеем еще, про фейки, вбросы и незаконную агитацию. Опять же, если рассматривать данные края избиркома, не фиксировали они. Никаких громких, скандальных историй не было. Ну, за исключением того самого плаката, который вот здесь, в Красте, у нас недалеко от Луцкого 21. У вас здесь висел, да. Рэпер известный и рэпер, и малоизвестный, и комжон. Да. Ну, кроме этого, были все-таки истории. Они, на самом деле, происходили в социальных сетях в основном, и поэтому, наверное, их сложно было фиксировать, потому что интернет пока в избирательном законодательстве не очень четко отражен, даже практически не отражен. Тем не менее, были истории там ботные вполне про, ну, именно, что боты запускали, про то, что в школу детям раздавали памятки о том, что во время каникул нужно нарисовать агитационную листовку, хотя, то есть, посмотрев аккаунт, который эту информацию представлял, это понятно, что это бот, который вообще-то в Москве зарегистрирован даже. Вот. То есть, ну, такие вот были истории. Потом наши же плакаты появлялись где-то в других регионах, которые из Приморского края. То есть, ну, вот такие вот были. Ну, что ж, Ольга, я благодарю за обсуждение. Все-таки мы успели о многом поговорить и главным образом услышать твои впечатления, ну, как ретранслятор впечатлений своих коллег из Тихоокеанского дискуссионного клуба. Поэтому благодарю. Компания предвыборная 2018 закончится 18 марта. Мы узнаем новую главу нашего государства, но потом плавно перейти, в чем выборы для нас очень важные и необходимые губернатора Приморского края. Благодарю еще раз уважаемые телезрители. 18 марта единый день голосования. Выбираем президента Российской Федерации. Избирательные участки работают с 8 утра до 20 часов вечера. Спасибо за внимание и всего доброго. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова